Последние силы собирают шведы, и их мы, я надеюсь, сегодня разобьем полностью. Приветствую вас, друзья, с вами Верус. Так, что касается, кстати говоря, шведов, вот можно оценить силу. Армия все-таки падает, хотя при этом, смотрите, Османская империя имеет еще более слабую армию. Вот вопрос, почему настолько достаточно большая империя, Османская, практически не может себе собрать армию, более-менее внятно. Вот это вопрос. Уже Великобритания даже собрала себе армию. Ну, все равно, кстати, армия у нас считается самая многочисленная, самая сильная. Судя по всему, тут многочисленная считается, не по качеству бойцов, да? Вот. Но сам факт, учитывая, что у британцев там армия вообще была на дне. Испанцы собрали себе большую Пруссию. Мы тоже видим в топе, можно сказать. Османская империя, ну, просто на дне. Просто их нет. Ну, кстати, вон, империя гуглов-моглов, но за нее же можно играть, говорят, там, при помощи небольших махинаций. Можно, типа, даже поиграть за эту империю гуглов-моглов, пожалуйста. Просто, если есть, типа, желание, да, делай наибольшой мах рукой и все. Ну, не об этом сейчас речь. Так, нам необходимо... Так, тут два отряда лишних. Ну, как лишних. Давайте сделаем, наверное, следующим образом. Я уберу вот эти два отряда. Точнее, надо будет, наверное, вот так вот лучше сделать. Мы выйдем. Они присоединятся к основной армии. Этот покорный слуга идет сюда. Топад... В смысле? Не-не-не-не-не-не-не. Тут попадание в зону уже считается, да, нападением. Ну, ладно. Подходить не пришлось. Ну, пес с тобой, золотая рыбка. В принципе, баланс-то в любом случае в нашу пользу. Данных мы должны будем уничтожить бойцов. Линейка полноценная, но пушки все уйдут из города. Это мы уже знаем, это мы уже в курсе. Что произойдет с вон теми пацанами? Там опытные стрельцы есть и небольшой отрядик кавалерии, который вынужден был сбежать. Я почему не стал принимать бой? Потому что мои бы орудия тоже не участвовали в сражении. А зачем нам такое сражение, да? Где картечник не сможет уничтожать врагов пачками. Пачками. Просто уничтожая и вытирая. Так, подожди. Подкрепление, получается, мы нападаем на них. Вот если проекцию сделать, то, соответственно, для них подкрепление будет слева. Для нас с этой стороны. Но ставить пушки здесь... Хотя определенный смысл может быть и будет все-таки. Ставить пушки, допустим, вот сюда. Вот таким образом. Рельеф не сказать, что идеальный. Мы не занимаем по факту. Но стрелять по городу, то я не вижу смысла. Искусственный интеллект его занимать не должен. Поэтому действуем именно таким образом. Так. Ты охраняешь пушки. Ты у нас... Главный будешь по орудиям. Дальше. Линейка. Три отряда здесь. Ну, даже четыре пусть. Четыре отряда линейки. На этот фланг. Растянем чуть сильнее. Три отряда линейки на этот фланг. Но вас растягивать придется попозже. Казачка. Казачка, давайте на левом фланге. Два отряда стрельцов на левом. Два отряда стрельцов сюда. Кавалерия. Ну, пусть два отряда останется здесь. Тут у нас теперь только один. Полководец становится за орудием. Все. Мы готовы. Подкрепление фланговых атак могут использоваться... Ну да, подкрепление подходит с этой стороны. Если вы пошлете для обхода с фланга достаточно большие отряды, врагу придется развернуться, чтобы встретить их лицом и открыть свои фланги бойцам, составляющим ваш центр. Почему иногда вот это работает? Иногда нет, я не пойму. Конечно. Что выделяешь всех и отдаешь приказ бежать. Все. В целом ждем. Кавалерия по классике должна будет... Искусная интеллекта сейчас кидаться на нас. Мы ее уработаем, переработаем. Вперед! Так, подожди. У нас... Пушки. По классике жанра. Бей своих, чтоб чужие боялись, да? Орудия, орудия, а? Что ж вы делаете? Не стрелять. Или давай вот сюда. Хотя, картечь сейчас проверим. Ну вот, практически по забору. Конный полк идет. Подкрепление идет исключительно с той стороны. При этом чуть-чуть уже надо разворачивать нашу линейку обязательно. Сейчас это не хочет делать. Сейчас это не хочет делать. О-о-о-ой, какие хорошие сейчас попадания. Кстати, благо они в стрельцов попали. Там только один боец погиб, а? Подожди-ка, а у тебя еще один отряд линейки должен остаться. По идее, как подкрепление. А, или нет, или все три. Там у него в одном, да, два отряда линейки и один отряд кавалерия плюс два орудия. В другом один отряд линейки полноценный был, все правильно. Тогда, тогда, наверное, все-таки все сейчас правильно. Орудия бьем по пехоте теперь. Исключительно. Пока в плюс-минус. Но это впервые, когда мы кавалерию опрокинули, даже она не дошла. И отчасти это ему сейчас, скорее всего, поможет спасти эту кавалерию. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Хотя, наверное, уже лучше отдать приказ с ним стрелять. Продолжение следует... так примкнуть штуки продолжить добить так подожди кто стреляет а такое ощущение что кто-то стрелял ладно хорошо погнали но анимация у линейки конечно получше в сражении чем допустим у отрядов оля стрельцы потерял бойцов нет я была 37 полная победа потеряно сейчас можно посмотреть как раз стрельцы выборная разве длинта потеряно развернута выдвинута линейка линейка все равно потеряла в перестрелке до городские стрельцы вон потеряно 40 потери все равно как-то полу пушки выборная стиль то нет вроде бы развернута как было до 40 там просто осталось ну осталось еще кстати говоря много пишет но это с учетом пушек наверное потому что орудия он бросает дистанция перемещения пехоты на стратегической карте боевой дух во время битвы минус 1 но командование пехоты плюс 3 командование пехоты это что в тобой типа пуш лучше разыгрывать в коем веке до жестоким командиром до тебя считают но по факту сейчас можно доверять автобою потеряно 96 шикарно для такой битвы это я бы сказал бы еще даже и небольшие потери освобождение от налога но не даст нам порядка большого поэтому наверное лучше сейчас получить приток по денежки агенты противника здесь у нас по факту присутствуют google и могла я думаю с ними даже договариваться торговли не станем да не нет ничего интересного для них какие же они интересные то сами по себе предложить торговлю но почему я думал на самом деле в плане может даже лучше вообще когда мы рассуждали об этом взять норвегию в норвегии мне кажется я бы порядок с большей вероятностью навел и быстрее это произошло здесь достаточно проблематично сейчас будет навести порядок учитывая даже тот факт что у нас достаточно хорошая армия половина бюджета направились сюда ремонтировать возможности сейчас нет технологии изучать но можем поставить допустим сюда что-то изучать довольство минус один требование реформ благополучия столицы стоимость строительства сооружений культуры повышение авторитета классический университет мы сможем возводить там довольств но вот здесь степень довольства низшие слои стремление к реформам благополучия столицы благосостояния всех индустриальных сооружений то есть плюсы есть ну блин как-то мне кажется сомнительный пока все это плюсы у нас вообще в целом сейчас из-за этого университета нет требований реформ нет это только там накладывают это а и по налогам кстати в прошлой серии я же хотел построить не так списки 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 провинций области по доходу хотя но тут налоги вон они указаны до республика коми нет армения тоже смысла нет здесь нет в болгаре той же смысла не вижу врубать на в уфе что у нас уфа оренбург уже через девять ходов будем пуховый платок там строить обязательно как же как же без этих платочков просто можно включить уже тут налог в сербии ну номинально тоже можно включить но это исключительно сейчас для порядка вот в тбилиси батуми 14 он требование реформ эти дурацкие налоговая политика то подожди какая налоговая политика я случайно нажал на и области так ну ладно пока давай освободим 250 золотых нам не сделает погоды мы 14 ходов батуми по 2 не тут же ход две недели до по моему спас 8 недель так по моему в тот вор империи это две недели один ход но вроде как поживет ладно так 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 в крыму насколько я помню тут черкассы до должны появиться и потом мы уже уберем 6 точно подождем финляндии финляндии наверное можно вернуть налог до финляндии надо возвращать уже финляндии вернули стальгольме ну просто жесть тут благосостояние хорошая столица то есть выше чем москва у нас сейчас но есть вот загвоздка в плане порядка сейчас пока мы норвегию захватим тут даже эти отряды я сейчас переброшу они не решут не решут не решут они не решут и мы не решут и они не решат так выходим из города освободить от уплаты налога раз порядок в принципе здесь уже даже и не нужно дополнительные отряды размещать для поддержания этого самого порядка на поселения которые контролируют здесь это все кофе на окей значит двигаемся сейчас в афине кто не узнает в афинах идет армия поместье бея поддержание формирование оружейный завод но хорошо это мы учтем пехоты у него нет нормально самое интересное что хорошая кавалерия у нас размещена в этой армии да ну наличие хотя бы хорошей кавалерии имеется не в полном составе тут такая как а здесь у нас даже одного отряда где вроде бы большая часть это линейка профессиональные бойцы кавалерия остаются не удел я могу забежать вот сюда сейчас попробовать рыболовное хозяйство благополучие рост населения плюс 05 что касается найма вообще ничего такого сверх естественно благополучие появление дворян максимум плюс один позволяет нанимать все это пока так и остается армия передвинулась строительством мы занимались а денежку надо потратить я кстати думал может сейчас поремонтируем наймем но необходимости такой сейчас острой не вижу так развивать 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 но тут я уже поставил в москве в москве в москве публичный дом это степень довольствия низшие слои появления но низшие слои можно конечно некоторые технологии изучить которые только низшие слои понижают и там дома и типа построить мне нравится что в город это просто целый город это публичный дом ярославль это публичный дом для москвы в данном случае немножко конечно масштаб города как-то принижает в данной игре я хочу сказать не но есть некоторые регионы скажем так тут для турков они считают как публичный дом вот но это не единичный случай на чтобы возводить но наверное резиденцию губернатора все-таки тогда для этого вновь откроем области посмотрим доходы доходы финляндии но финляндии можно начать возводить на чё финляндия в перспективе пусть развивается поместье губернатора вот поставим возводить и долго думать не будем так по министрам покровитель флота его мы уже отмечали все дымка план такой но самое для меня сейчас опасно это то что великой британии армию набрала то есть у них был флот но пофигу на флот на самом деле это в принципе не решает исхода формально в мире конечно же в реальности это решало много то есть флот тут тоже может решать спору нет займи торговые точки начинай торговать и кстати надо было в питере как раз поставить чтобы уже строился корабль и отправить его может повезет поторговать главное там на пиратов не нарваться шведы то уже скоро будут уничтожены я надеюсь там и агенты шведов должны будет склеить ласты по порт они не блокируют это хорошо армия не выводят на нас то есть он развернул он пытается вернуть столицу опять глава вашего правительства получил от представителей высшего сословия ноту протеста если вы не выполните их требований может начаться восстание если пойдете на уступки протестующие могут выдвинуть новые требования как вы поступите но это у нас там как раз в молдавии у нас появился новый дворянин что у тебя у тебя просто ученые на изучение технологий за каждый ход я предлагаю его отправить сейчас морем максимально быстро в грузию хотя давайте чтоб турков не привлечь пока флот спрячется и на следующий мы уже высадим его здесь и университет будет вдобавок ко всему жители области устроили забастовку хорошо какие условия не выглядели он новый агент еще один на нет здесь у нас вот они пушки на макушке здесь у него также есть два орудия в любом случае по количеству он проигрывает если кавалерий он бросит на убой опять то мы его разобьем проверяем отключение налогов спасет ли нас или нет но сопротивление оккупации в любом случае это со временем пропадет эффект дом ткача нота протеста до знать ваша держава направила нота протеста касаемо родим вашей партии программы реформ если вы не ответить на данный ультиматум может привести к заговору знать и и открытом восстание может и к ухудшению последствий но это то есть в швеции можно отменить сейчас налог будет 6 нападение на торговый путь вражеский флот предпринимает рейды пиратством занимаются варварские обучение завершено финляндия отчета строительстве консерватория замечательно резиденция губернатора это тоже сейчас мы будем использовать военная технология корр и вот изучена нападение на торговый путь знакомы нанят агент в курсе и с этим мы уже работали замечательно так а что касается агентов давайте 1 отправим вот сюда а что это у тебя тут театр появление диверсантов он тут театр парки и наверное я буду отключать сейчас действительно здесь такая вас выведу если порядок останется если вообще всех выведу целом до всех вывести вполне нормально просто я думаю в город такова то нужно сажать как ни крути может даже и финляндии в любом случае сейчас заниматься ну и пока не забыл на им флота в любом случае даже из кронштадта вот отсюда будет быстрее отправлять корабли куда-то дальше они будут путь и я собираюсь 11 чтобы он плыл и встал где-то у точки я не помню где эти торговые точки тут якоря честно жить вообще не помню этим мы займемся можно и подождать когда он нападет пусть нападает но с другой стороны эти отряды если подойдут на помощь что пушки вновь минус пушки вновь ничем ему не помогут здесь королевский дворец он уже возводит этих ходов что любите дать развиться достроиться что ли тебе дать а как так я вас пропустил не восполнил потери может быть и стоило дождаться сражения потом так перебрасываем флот так вот насчет флота то есть не играет такой прям большой ролью в плане вот сухопутных взяли и отожмите то есть вообще не играет такую большую роль сражение да подходит подкрепление плюс-минус битва будет знатной потери потери но шведы в такой ситуации могли сейчас датчан просто разорвать в нас игра не верит что вполне предсказуемо но самое главное что самое главное мы все можно сейчас попробовать пушки и ставить не вместе вот чем удобно ставить пушки вместе с одной стороны их прикрывает всего лишь один отряд стрельцов этого нормально хватает за городом мы не встанем к сожалению если я попытаюсь сейчас разместиться то мы просто потеряем на какую-то мобильность и орудие лучше ставить здесь либо орудие можно ставить ну вот скажем так через отряд но таким вот образом есть свои преимущества но не в текущей я думаю ситуации не в текущей позиции потому что холм небольшой лесистая местность и он как только они выйдут из лесу тут уже будет работать картечь мы вышли из леса был лютый мороз три отряда здесь четыре отряда сюда так вы прикрываете фланг вы открываете орудие слева у нас еще добавляется казачка для этой армии схема пока не меняется орудие у него в любом случае тоже будут но где он их разместит и будут ли они до нас добивать но я бы наверное вот за холм генерала поставил там шальняк какой-то может прилететь и как говорили еще в первом тоталар вархаммер рим замечательным большие камни не любят полководцев здесь это еще работают большие камни даже в вархаммере не особо любят полководцев но орудия ведут агон пробуем сменить угол хотя кавалерия сейчас может попытаться прорваться под шумок пока бросил швед своих пока он перестраивается у нас тут есть возможность насколько сделать на его артиллерию смести полу пушки ну да 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 тут сейчас вон полководца может прилететь а он пока игнорит он разместил еще здесь орудия но самое опасное для нас она все пацаны добиваем 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 сейчас кавалерия его на нас кинется здесь работает уже артиллерия но она не достанет вообще никогда нас крутим правый фланг правый фланг так 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 почему когда то дыш приказ на паузе здесь идти до это предварительно хотя бы не показываю все бегом 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 уходим хотя блин здесь сейчас кавалерия кавалерия хорошее попадание шикарно уходишь орудия попали еще даже очень очень приятно и добротно на закате бой проходит освещение такое себе на самом деле приготовиться вот шикарно шикарно кавалерия выкашивается сейчас бы нам чуть развернуть так а ну-ка бегом ты сюда кавалерия бегом ну бегом не клацает этот бегом иногда вперед и теперь они вышли из лесу был лютый мороз и нужно картечь но что по центру сейчас мои орудия остаются очень уязвимы но правый фланг казачка крутим хвосты ты вот сюда уже бежишь и и и и и а и и и и огонь пехота линейка похоже придется тебе с ней разбираться у нас еще здесь отряд линейной пехоты но я что предлагаю сейчас судя по всему вы бегом сюда выбегом тоже сюда этот отряд выдвигаем вперед и приказ бегом для всех картечь не сказать бы что наше бьет хорошо и универсально штыки появляются так стопы здесь идет перестрелка предлагаю сейчас выдергивать этот отряд да это может немножечко увеличить количество потерь среди данных отрядов пока выбор невелик все кто пешком бегом бегом хотя сейчас сильно далеко если уйдем кавалерий тут на фран на фланге на правом будет работать артиллерия поэтому чуть спокойней то есть маленьким отрядом идем маленький двигаемся здесь это кавалерия преследует теперь в итоге отряд который вроде бы как я думал пойдет сюда оказался полностью вовлечен в сражение на центре мы выдергиваем вас казачка идет сюда и бегом сюда отряд резерва прикрывать орудия маневр бегом кто пешком сейчас тот не прав кавалерия возвращается но они бегут кстати говоря здесь шведы под обстрелом орудий но сейчас и тип уничтожить пушки пока не представляется возможно потому что артиллерия будет прикрыта отрядом линейки 1 хотя давай ты должен тут помочь бегом этот отряд оказался под ударом на кону стоит слишком много и наши тут проигрывают примкнуть штыки идите в бой вперед полководец помочь преследовать убегающих смирь генерала замечательно вражеский генерал разбит растягиваемся и стрельцы идут штурмовать вражеское орудие ты добиваешь ты добиваешь этих ребят вы нападаете на них кавалерия кавалерия преследует вот этих хотя здесь я чуть промахнулся и 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 отрубаем ближний бой тебе и бегом сюда здесь очень много таких моментов и времени скажем так понаслаждаться зачастую вообще нет крупными кадрами преследовать здесь красавцы бегом сюда не стреляем а а а а а а Пушки работают. Кавалерия, преследовать всех. Каждый боец, которого вы отпустите, усложнит вам жизнь в дальнейшем. Ну, стрельцам тут, конечно, хотя, может, пока не стреляет поманеврировать. Потому что ломиться сейчас в бой, это жесть будет. Хоть сам он и кинулся. Но они уже испугались. Замечательно. Чисто героически взяли на слабо. Ты преследуешь пушки. А ты какого фига бездельничаешь вперед? Шведы разбиты. По идее, от их армии практически ничего не остается. Мы без проблем забираем. Сейчас все. Ну, вот этот отряд уйдет, да. Он живой еще будет. У нас тоже потерь много, на самом деле. Естественно, все не так прям круто. Но два отряда стрельцов взяли. Укрепленный порядок. Пушек. Герой. Герой. Так. Замечательно. Потерь много. Но подкрепление нам даже не понадобилось. В большом счете. То есть то, что у него осталось. То, что у него здесь имелось, он собрал. В основном кавалерия и вот этот отряд. 50 бойцов линейки. Они ушли. И будут защищать теперь Норвегию. Но бросаться преследовать, я думаю, сейчас не стоит. Налог мы отключим. Чтобы дворяне не выпендривались. Плюс. 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 Сейчас ставим восполнять потери. По возможностям. По возможностям. Чуть отменять на смысл, да? Заново назначать. Даже эти, которых пришлось подставить, стрельцы. Молодцы в строю. Бойцы. Бойцы. Берем стрельцов. Думаю, из Риги тоже перебросим туда. В Скандинавию. Порт все-таки уже у нас тут имеется. Так что перебрасывать будет чем, где и когда. Кстати, пушки понесли потери. Их надо обязательно тоже восстановить. Ну и на этой ноте сегодня завершимся. Полностью шведов еще мы не разбили. Разбиты их основные силы. Которые вместе с гарнизоном еще в Норвегии на самом деле. Остатки могут напрячь нас. Но по большому счету датчане уже вздохнут спокойно. И как бы ни пошли в атаку и не забрали Норвегию, которая нам также нужна. Но на этой ноте на сегодня в любом случае все. До скорой встречи. С вами был Вера. Всем добра. Пока-пока. Пока-пока.